Эти два видео будут посвящены Курску. Две новости, но я их отдельно распределил по двум сообщениям. Итак, новость вчерашнего дня. Кремлёвский дракон. Есть такой сайт. Подписывайтесь в Телеграм. Интересные сообщения бывают. Ёмкие, короткие и полезные. Пострадавшим от вторжения в СССР Курским компаниям выплатят миллиард на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. Инициативу поддержали на федеральном уровне. То есть губернатор, перевожу на русский язык, губернатор, которого выбрали в 60-м с небольшим процентом, невыдающийся показатель. Я вообще удивился, что такой показатель. Там в 63, по-моему, процента. Потому что после событий Курских я ожидал, что за него не захотят голосовать. Но многие же уехали, как они так голосовали, я не знаю, больше 130 тысяч человек уехали из Курской области. И вот он стал продавливать ситуацию денежную. Скоро зима, Новый год и всё остальное. Люди без денег сидят, без работы, без денег и прочее. Значит, что такое миллиард, чтобы вы понимали? Убытки промышленных, только промышленных предприятий. Из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области составили 17 миллиардов рублей. Это официальные данные. Только промышленных предприятий. А Агро, весь сервис, система, больше 100 миллиардов потеряла. Суммируем, 117 миллиардов. Убытка в Курской области после событий 6 августа 2024 года. И вот только миллиард дают на зарплаты. Это, разумеется, капля в море. Это только зарплаты. Я не думаю, что всем хватит. Это моё мнение. И предположение, и мнение. Значит, что тут сказано в сообщении? Эти деньги, миллиард, пойдут на выплаты трудовым коллективам, которые попали в вынужденный простой. Сейчас таких насчитывается 329. Вот раскидайте миллиард на 329, при том, что убытков, повторю, промышленный сектор только в Курске, 17 миллиардов. Значит, им также предоставят субсидию в размере 2 третей средней зарплаты для компенсации расходов на оплату труда. То есть эти люди получат только 2 трети оплаты. Средней для компенсации расходов на оплату труда. Ну, в общем, копейки. Миллиард с теми убытками, что Курск заработал, в кавычках, заработал, после того, как мы все проборгали, что только можно. Это капля в море. Вот так я это видео назову. Капля в море для Курской области. Что вы думаете по этому поводу? Оставьте свой комментарий. Вежливый, культурный в отношении власти. Вы помните, ругать их надо только культурно, русским языком, без матрии, без грубости. Чтобы под статью на 2 года не попасть. Тоже видео по этому поводу я записывал. Комментируйте. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. И жду на приеме для прогноза. Как попасть, все написано под видео. И уйдем дальше.